Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире «Городская среда». Ситуация, сложившаяся в столице с жилищным фондом в центре внимания гражданского общества. Состояние муниципальных предприятий, обязанность которых следить за состоянием жилых зданий, оставляет желать лучшего. Главная причина – огромные долги перед поставщиком тепла. На это обратили внимание представители общественной организации «Урбан Консалтинг». Не секрет, что банкротство предприятий – один из механизмов их присвоения заинтересованными лицами. Кишиневские изобретатели, как это называл известный литературный персонаж Остап Бендер, относительно честного способа отъема денег у граждан, казалось бы, нас уже ничем не удивят. Но не тут-то было. Оказывается, Жеки – очень вкусный пирог столичной собственности. Правы мы или нет? Поговорим с сегодняшним гостем программы представительной общественной организации «Урбан Консалтинг» Михаилом Корлик, который хорошо знаком с тем, что происходит в Куларах, Кишиневских притур и Примарии. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, накануне, на пресс-конференции, организованной вашей общественной организацией, было заявлено, что существует огромный долг, если я не ошибаюсь, где-то свыше полумиллиарда леев, который скопился у муниципального предприятия по управлению жилищным фондом. И это долг кому-либо, кому-то. Ну, вот если вы можете расшифровать, что это за долг, почему вообще он скопился? То есть, получается, мы не платили, жители Кишинева, не оплачивали услугу, которую получали, или эти деньги не уходили по назначению? Если взять, расшифровать, что это за долги, вы правильно подметили, кто кому должен. Если есть какая-то две стороны контрактуальной, и работает на каких-то договоренных основах один потребитель, другой поставщик, в данном случае теплоэнергии, то будем говорить, что претензия есть от поставщика к потребителю. Но здесь, согласно структуре жилищно-коммунального фонда Кишинева, не совсем так. Есть посередине между потребителем, или, скажем, были между потребителем и поставщиком, были так называемые ЖЭКи, муниципальные предприятия по администрированию жилфонда. Согласно контракту на поставку термоэнергии, теплоэнергии, было, во всяком случае, до 2014 года между термоком, который был производитель и поставщик термоэнергии, которые сам производил, и которое было приобретено у ТЭЦов. Но на этом и завершается цепь, потому что сам ЖЭК не является потребителем. Дальше потребитель является владелец квартиры. Для этого должен быть второй договор между ЖЭКом и квартирой на ответственность за поставляемую термоэнергию. На сегодняшний день этих ЖЭКов, как таково, заменили временные администраторы по решению суда на основании претензий термоэлектрики, которой создалась новая структура поставщик термоэнергии, на основании двух ТЭЦов, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и бывшего термокома. Но цель этих администраторов временных, и есть только одна цель для того, чтобы вернуть долги, создавшиеся за время работы термокома с потребителем, якобы на сегодняшний день она составляет более 600 миллионов. Но возьмем, откуда появляются эти долги. Если взять дом многоквартирный, не можем сказать, что все неплательщики оттуда создаются эти долги. Пускай, скажем, есть какие-то не очень недобропорядочные, либо которые нет возможности, и сформируются какие-то долги внутри этого дома. Но это не может быть основной частью этих долгов. В процессе наших изучений мы нашли такую проблему, которая связывает между информацией о потреблении энергии, информацией о поставке термоэнергии и фактурированием этим жильцам. И получается, что не имея долгов по текущим фактурам, появляются откуда-то долги. На вопрос, откуда появляются долги, ответ был таков, что информация, которую дала представители ЖЭКа употребление термоэнергии, не соответствовала с той поставкой, которая была термокома. То есть, получается, термоэнергии определенные гигакалории поставляют, а фактурируется другая цифра. Допустим, на 5% меньше. И получается, что жильцы оплатили 100% текущих фактур, а 5% идет, будем считать, как искусственное формирование какого-то долга. Мы знаем, что мы, жители Кишинева, переплачиваем, а тут, оказывается, еще не доплачивали. Это же странная ситуация. Здесь, как считать, доплачиваем мы или не доплачиваем. Здесь должно быть четкие, ясные взаимоотношения между потребителем и поставщиком. Но у нас, к сожалению, это нехорошо ни для поставщика, ни для потребителя. Нету этой связи. Если мы возьмем информацию, что у нас в Кишиневе из 3500 жилых блоков есть 1559, вот я могу показать это, это жилой фонд, как считалось, государственный, муниципальный жилой фонд. Согласно восстановлению правительства 2002 года, этот жилой фонд необходимо было его реструктуризировать в ассоциации. Для того, чтобы было четкие взаимоотношения ассоциации потребителей с таким количеством квартир приватизированных и поставщик имеет контрактную основу с этим потребителем. Вот это постановление 191 от 19.02.2002 года. К сожалению, не была реформирована ни одна квартира. Опять же, в наших изучениях и исследованиях мы нашли такую структуру в управлении жилищно-коммунальным хозяйством, которая отвечает за реформирование таких квартир. То есть, это обязанность была увязать поставщика и потребителя? Да. И если мы посчитаем, с 2002 года мы получили официальный ответ от управления, что не было реформировано ни одной квартиры. Получается, целый отдел работал 20 лет. За что люди получали зарплату? За что получали зарплату, но с чем оставили жильцов? На сегодняшний день это претензия. Будем считать, что есть долг. Мы не будем смотреть в эти детали. Будем считать, что есть долг. Но на сегодняшний день этот администратор, у него цель забрать долг. От кого? Если, скажем, от ЖЭКа. Как вы сказали, что ЖЭК – это лакомый кусочек. Я бы не сказал. ЖЭК – это инструмент взаимоотношений между премарией и жильцом. Как таково ЖЭК не имеет свою структуру. Не имеет зданий. Не имеет своего бюджета. Ничего не имеет. Этот ЖЭК, который сейчас был совмещен с администратором, имеет два источника дохода. Первый доход – это аллокации из муниципального совета для зарплаты, для ремонта, технического содержания сооружения. И второй источник – это тот лей за квадратный метр, который жильцы оплачивают для поддержания порядка. Эти идут целевые деньги, которые ни в коем случае нельзя поменять. Целевое назначение этих денег. С какого вопроса спрашивается, из каких источников будут покрывать этот долг? Хорошо. С долгом мы завершили. Может быть, это неправильный подсчет поставщика, который претензию предъявил. Либо, я не знаю, почему получилось, что это претензия именно к этим ЖЭКам. Потому что ЖЭК является структурой, созданной премарией, которая является учредителем этой структуры без бюджета. Но в техническом плане, опять же, есть сбой. Администратор, цель его – только взыскание денег. А сам ЖЭК имеет, согласно уставу, они имеют четкие обязанности перед жилым фондом, если это находится в секторе. В секторе у них есть межблочные дороги, есть прилегающая территория, есть территория общего пользования и так далее. Это администратор не сможет сделать. И другой вопрос, что сейчас идет подготовка к зимнему периоду. Скажите, пожалуйста, кто с кем будет заключать договор о поставке теплоэнергии для жильцов? Если у администратора нет прямого договора с жильцом, с владельцами квартир, а получается термоком будет заключать договор со своим администратором? Это немножко не стыкуется. Имеется в виду, что администратор, который представляет сегодня бывшие ЖЭКи, это администратор термокома, для того, чтобы взыскать вот эту долговую разницу, образовавшуюся в результате потребления теплой энергии. Совершенно верно. Если взять квартиру как отдельная единица, у нас из-за того, что при Марио может быть такой подход, либо этот отдел, который имел своих обязанностей, в обязательствах реформировать жилой фонд муниципальный в ассоциации жильцов, получилось, что есть 100 квартир приватизированных, но здание ничейное, муниципальное, нет хозяина. Нет ассоциации. Нет ассоциации. Но постановление правительства четко подсказывает, что это обязаны это сделать. Да, есть, может быть, упущение, что не поставлены сроки сделаны, но в момент вхождения этого постановления обязательства уже входят к местным властям. И здесь и получается вопрос, что люди, когда собираются создать эту ассоциацию, чтобы работать согласно законодательству Республики Молдова, но они, опять же, в примарии видят эти припоны. Первое, признайте долг термокома. Как будем признавать долг, если у нас нет долговых обязательств, нет договора о поставке. Второе, при создании ассоциации, примария в тот же момент должна определить прилегающую территорию, которая для атрибуции этой ассоциации. Это, опять же, не делается. И это уже тянет за собой другую проблему. Что если бы отдали землю, прилегающую ассоциацию жильцов, то право на постройку или эксплуатацию этой земли принадлежало бы ассоциации. А в такой момент, когда нет владельца этой ассоциации, у нас вырастают здания, грибы в дворах этих жилых домов. Я понимаю. Ну, вот возникает вопрос, почему вот эти... То есть, даже не вопрос, а возникает угроза, получается, перекладывания на плечи простых потребителей вот этого исторического долга, который возник из-за несостыковок управления жилым фондом. Если я правильно понял. И понятно, что это зона ответственности столичных градоначальников, которые, ну, наверное, позволили формировать фактуры, где уже минус 5% недоплаты происходило. Это систематически скапливался в исторический долг. Сегодня есть администраторы, которые замещают эти ЖЭКи, при этом не имеют никакого ни интереса и неполномочий помогать. Юридической поддержки нет. Да, юридической поддержки. И они не имеют никаких полномочий, допустим, содержать вот эти пространства, за которые раньше отвечали ЖЭКи. И сегодня, мне кажется, закладывается какая-то новая бомба, такая, с часовым механизмом. Вы знаете, мы с моими коллегами очень четко оценили эту ситуацию, которая есть. И мы обсуждали эту. Что будет дальше, если сегодня не предпринять, либо решение правительства привести к реорганизации всех муниципальных строений в ассоциации, это уже даст, но это время, как минимум месяц-два нужно для этого. Либо сейчас созвать обратно этих администраторов и поставить на текущую работу работников ЖЭКа. Потому что откуда началась эта проблема, сыскалась? Она давно есть. Но никто не обращал внимания, что будет, как будет. То есть, копились долговые миллионы, и никто не обращал. Мы обратили это внимание еще в январе этого года. В момент, когда из 23-21 ЖЭК получили администраторов, мы на своих пресс-конференциях говорили, что возможно, что войдут в коллапс, войдут в юридический коллапс. Но сейчас получилось, что вошли не только в юридический, но зашли и в технический. Администратор не может сделать ту работу, которую делали работники ЖЭКа. После стихии, которая была в апреле, вы же помните, что было в городе. 21 апреля снегопад. На сегодняшний день дали оценку, что разобрались с этой проблемой процентов на 70-80. Это завышенные цифры. Все жители Кишинева видят, сколько веток, сухих, сухостоев. Я говорю о статистике, которые предоставляли на оперативных заседаниях и в прессе есть. Но если так будет идти дальше, то может возникнуть другая проблема, которая возникла вчера, что был импульсом для этих пресс-конференций. 23-й ЖЭК, администратор, самовольно, не самовольно, ну как бы ему давало право решения суда, чтобы распоряжаться финансами. Но те финансы, которые были предназначены для зарплаты и для обслуживания здания, он изъял и по информации из прессы было, что он отнес на погашение исторических долгов. Но было уточнение генерального директора, что это не ушло на погашение исторических долгов, а пошло на погашение его заработной платы за 5 месяцев, по 10 тысяч рублей за месяц. И получается, администратор на сегодняшний день, он уменьшает исторический долг, либо усугубляется эта ситуация. И я вижу наоборот. Поэтому здесь поставлены в ситуации две структуры. Одно термоэлектрика, что как им быть дальше, кто будет готовиться к этому отопительному сезону. И второе, люди, которые находятся в собственных квартирах в муниципальных домах, остались один на один с структурами без участия премарии. Люди не понимают, что делать. Но возникает вопрос, что делать этим жителям этих муниципальных домов, приватизированных, которые не собраны в эти ассоциации? Я вижу, что единственный путь для решения это формирование ассоциаций. Потому что по большому счету МГФЛ, как ЖЭКи бывшие назывались, они имеют полномочия только обслуживать. И ничего больше. Есть управление Патремонио, которое должно передать ассоциации места общего пользования, потому что все квартиры приватизированные. и прилегающие территорию. Но это опять же ставится им условие, что первое, признайте долги. Второе, мы дадим вам только территории под здание и места общего пользования опять по каким-то условиям им передавать. Это проблема. Может быть, чтобы законом было предписано четко при создании ассоциации обязан в течение месяца местная администрация передать землю прилегающие, места общего пользования, крышу и подвал. Ну, смотрите, ну создадут они эту ассоциацию. Теперь я понимаю, что не так просто ее создать. Стоит ряд условий. Самое главное, это признание... Это исключительно выращенные условия. Это закон гласит четко принять документы, определить землю и сделать акт приема-передачи. То, что в премарии это находит находит проблему, чтобы не делать этого. То есть, чтобы не выполнять решение правительства. Совершенно верно. Получается, что не выполняется решение правительства еще и под таким соусом, что жители, которые собираются создать ассоциации, вынуждают признавать исторический долг, который так или иначе накопился, но не по их вине. У термокома. Ну, вы знаете, я же сказал, что есть маленькая часть людей, которые имеют долги за теплоэнергию. Но в основном люди справно оплачивали это. Но если мы вернемся чуть назад, в момент формирования термоэлектрики, здесь опять же есть знаки вопроса. До 2014 года термоэнергия, передаваемая к потребителю, шла от термокома. Всегда, если вы помните, все время, независимо от того, что акционером мажоритарным являлась примария, все время были эти неурядицы между примареей и термокомом. Росли долги. Если взяла примария на себя делать компенсации, давать людям, это хорошее дело. Но это нужно оплачивать в структуру, в термоком. Это же не бесплатно. Чтобы он покрывал свои затраты. Совершенно верно. И тем самым до 2014 года набрались, ну, я не нашел, так мы искали, и не нашли формулы этих долгов, структуру этих долгов. Но мы нашли чуть другое что-то. В 2013 году было решение, из-за того, что примария с своей структурой термоком по производству и приобретению тепла и распределения потребителю, было решение взято, чтобы создать между двумя кредиторами и структурой распределительной термоком, который термоком был оценен где-то в 3 миллиарда лей, создать новую структуру, чтобы было легче работать, не аккумулировать долги и так далее. И решением муниципального совета 9.53 от 18 декабря 2013 года было решено, что создаем новую структуру термоэлектрика Fusionaris Чет 1, Чет 2 с условиями. Муниципальный совет входит в эту структуру с пакетом 33,5% и участием три участника из семи членов правления этого предприятия. То, что было принято и дано к исполнению. Но это затормозил другой документ. Письмом, подписанным генеральным примаром, было определено, что от 31.01.2014 года определено, что вместо 33,5% примария согласна участвовать с кодой 5,15%. То есть долю Мунсовета уменьшили до 5%. Совершенно верно. Наши вопросы были... А чем обосновано такое решение? Мы тоже поставили этот вопрос генеральному примару. И ответ был таков, что долги были такие велики со стороны ЖЭКов и потребителя, что это было нерационально входить с 35% было бы логично уменьшить. Значит, если было бы логично уменьшить, значит, мы понимаем, что эти 30%, свыше 30% были погашены за счет тех долгов. И мы подняли в наших исследованиях еще другой документ. Это с Министерства экономики, который описывает процесс реструктуризации трех предприятий в одно термоэнергетическое предприятие термоэлектрика. И здесь ссылка идет на согласно решениям акционеров Чет-1, Чет-2 и решениям муниципального совета от 18 ноября 2013 года 9.53 вот он документ создать это новое предприятие. Опять же мы видим из этих документов что участие при Марии должно быть на уровне 33%. Следующий документ уже финальный который мы взяли с сайта Министерства экономики значит здесь показана структура акционеров этого предприятия и получается что Министерство экономики в которое входит ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 через агентство публичной собственности входит с процентов 94.85 и Приборея Кишинев 3.65 процентов еще меньше еще меньше опять же есть какое-то решение уменьшить с 5% на 3% у меня вопрос если эти 30% были отданы в счет долгов значит откуда взялся этот долг 600 миллионов мы не нашли ответ на этот вопрос мы сегодня написали письмо в термоэлектрику для того чтобы нам дали официальный ответ о структуре акционеров термоэлектрики и о конфигурации этого долга с каких годов и откуда появилось и на основании каких контрактуальных документов это подтверждено хотелось бы действительно понять куда были списаны 30% от учредительного этого фонда который планировал сначала войти как учредителю муниципальный совет входит учредителю в организацию термоэнергетики электрика термоэлектрика и вдруг потом все скатили до 3% куда делались эти 30% во-первых понятно что входили учредителями непосредством денежных каких-то включений в школе еще учили что и был закон замещения если откуда-то убывает куда-то прибывает куда-то оно прибыло но мы должны узнать и в какой форме опять же может быть это издание это технические какие-то сооружения в какой-то форме это куда-то списано должно быть оценка когда делается слияние нескольких структур то все имущество одной структуры должно быть оценено все в одну форму оценки и тогда видно каким образом будет распределяться это процентное соотношение но если взять решение муниципального совета то у нас никак мы не можем изменить это решение путем подписи или путем решения кого-то другого столичного мэра например например да то есть получается он взял на себя не как говорится превышение полномочий здесь можно усмотреть или нет мы не юристы не вы не юристы должны смотреть мы как общественная организация мы смотрим на процесс фактический а что касается юридический я показал вот все весь путь юридический здесь юристы должны посмотреть где есть и где слияние было может быть с какими-то нарушениями либо с нашей трактовкой но я думаю что я правильно понимаю когда я читаю что здесь приняло решение муниципальный совет войти с 33,5% да в итоге потом вы видите итоговый документ где там эта доля примарии составляет 3% да 3,65% осталось но почему это не было обсуждено потому что я на сегодняшний день интересно муниципальные советники знают что потеряли 30% собственности где-то а здесь нужно чтобы муниципальный совет пригласил администрацию чтобы дали отчет по исполнению этого постановления и тогда будет не правительство а собственного постановления муниципальных советников потому что вы знаете у нас конечно есть проблемы вы же видите что у нас творится в муниципальном совете что творится в администрации несмотря на это нужно как-то дальше идти потому что да муниципальный совет очень сильно политизирован очень разрознен но там есть очень адекватные люди потому что если взять по качеству муниципальных советников я бы сказал что за последние три созыва здесь самые качественные но нет профессионально подготовленные да ну получается что возникает два вопроса вот у меня как у обывателя на ваш взгляд насколько все-таки было оправдано уничтожение вот этих привычных нам ЖЭКов то есть мы ведь смотрите обыватели люди живущие в квартирах своих сталкивались с какой-то бытовой проблемой потек кран залил тебя сосед не знаю там необходим какой-никакой ремонт в подъезде куда-то шли шли в жилищно-эксплуатационный или как он называется там не знаю участок ЖЭК там контора каждый по-разному называл шли с этой проблемой там бабушки дедушки не только и чего-то там добивались какие-то мастера шли что-то закручивали ну какая в общем какая-никакая на работа шла каким-то образом все это реализовалось сегодня куда идти к администратору ликвидатору или куда идти ну получается так но если взять а у него нет полномочий людей да и я не думаю что желание есть потому что у него цель есть для возвращения долгов но я может быть повторюсь но я скажу что я думаю что назначением этих администраторов сама термоэлектрика вошла в такое неправильное русло потому что они сейчас у них получается балласт потому что не знаю что делать решения вопроса нет потому что отдельных вливаний финансовых кроме муниципального совета и жильцов нету откуда возвращать но надо еще поставить вопрос муниципальный совет имеет право отребыви отдавать деньги из муниципального совета не своей структуре а администратору здесь же опять же вопрос юридический юридический администратор подотчетен поставщикам тепла термоэнергии совершенно верно никак не не отчитывается перед муниципальным советом но в данном случае у него в руках управление муниципальной собственности тем более мы увидели вчера или когда было взаимоотношение между термоэлектрикой и управлением жилищно-коммунальным хозяйством они спихивали что это не их долги те не их долги все на жильца теперь получается что жителя этих приватизированных квартир в муниципальных блоках оставили сам собой вот в такой ситуации вот мне возникает такой вопрос что должно произойти чтобы все это заинтересовало прокуратуру потому что я не знаю конечно же хочется пожалеть прокуроров ведь смотрите мы люди населяющие этот европейский город усматриваем нарушения во всем что можем и реально мы их видим это не голову словно а сколько должно быть специалистов в той прокуратуре которые могли разбираться куда дели песок тех тротуаров куда делась теплоэнергия почему не добрались здесь вот здесь есть как на ваш взгляд прецедент для внимания я бы сказал таким образом что такое отношение со стороны примарии и особенно жилищно-коммунального управления может быть из-за того было что в Кишиневе есть 5 притур это как буферы которые принимали удары все на себя они не доходили до примарии потому что так было по структуре что первый вопрос притуры так вот я в первую очередь поставил что это проблема работы может быть не прокуратуры а этих притур потому что людям полномочия не дали проблема есть как решать ее нужно как-то решать но получается но притуры тоже самоустранили здесь они наблюдают за тем что происходит но ничего не предпринимают вы же понимаете что если жильцы приходят в первую очередь в притуру ты же его не оставишь без внимания поэтому здесь на честном слове люди которые работают в притурах берут удар на себя так скажем но пока не будет какой-то слаженности в муниципальном совете пока не будет сформирована структура четкая в примарии по иерархии каждый чтобы знал чем нужно заниматься вы знаете я не уверен что все в примарии знают свое фиши депост чем он должен заниматься вы знаете ну парадоксально оно есть ну это мы так заблуждаемся мне кажется они очень хорошо знают чем они должны заниматься это как раз не тем чего мы от них ждем вот как показали события но это моя ремарка вопрос такого рода правильно заметили что приближается зима знаете зимой мы всегда говорим ужайтесь люди скоро лето летом готовьтесь так сказать зиме готовь сани летом придет отопительный период кто нам будет выписывать счета как вы думаете будет поступать с этими историческими полумиллиардными средствами долга которые в общем-то термокомп так или иначе хочет получить ну я не вижу так скажем резонно в том чтобы инфоком который до сих пор делал на основании информации от ЖЭКов которые выписывали эти чеки а сейчас кто будет давать им информацию так я об этом и говорю я не думаю что они получат откуда-то информацию но захотят ли они работать формировать эти структурные бонодеплаты без контракта непосредственно с да должно быть юридическое обоснование почему этот счет выписывается эти средства на основании контракта счетчиков датчиков и так далее контракт отсутствует и получается что нам грозит накопление новых исторических долгов и снижение коммунальных расходов так вот мы говорили о 23 ЖЭКе позавчера уволились все работники с ЖЭКа осталось 3 человека практически это знак протеста или нет знак того что они не получают зарплату они работали если вы помните с апреля месяца когда был этот снегопад они работали практически в две смены эти люди я думаю что они заслуживают получать не только вовремя зарплату но и надбавки к зарплату то что положено по государственному кодексу лей в казне ЖЭКа а все которые были предназначены на зарплату они ушли администратор взял в счет свои зарплаты получил зарплату так получается то есть ну моральный облик знаете здесь главное оценить себя ну мы понимаем он тоже человек он должен получать зарплату но здесь опять же нестыковка получается если администратора нанял человек на работу или структура на работу это термоэлектрика вопрос кто ей этому этой персоне должен оплачивать зарплату как формируется фонд зарплаты для этого человека либо с ЖЭКа либо с нанимателя здесь юридически мы попросили наших юристов чтобы разъяснили нам эту непонятную ситуацию но на сегодняшний день видите есть ситуация а что будет если уволиться из всех ЖЭКов я просто не понимаю смотрите нам столичный мэр устроил кучу отходов прямо под нашими окнами там в Бубуече всем городом так сказать почти миллионникам вдыхаем дышим наслаждаемся ценсорены не используется сегодня если покопаться нам грозят проблемы с грядущей зимой связанные и с этим долгом и с тем что не структурированные взаимоотношения новые администраторы исчезнувшиеся исчезнувшие ЖЭКи а там же люди работали вот как привели я могу вам сказать я думаю сейчас цепная реакция начнется да но есть еще другая проблема вы отметили сейчас хозяйство которое убирает мусор здесь еще повезло при мэрии что есть такие так скажем старая гвардия с опытом как есть как манев хорутся которые знают все в этом Кишиневе и они могут несмотря на эти проблемы которые есть управленческие за счет опыта только а я помню время когда манева чуть не уволили с работы за того что он не смог найти общий язык с жителями Ценцерен но это не его работа есть муниципальный совет есть администрация примарии которая должна сделать политику экономической деятельности примарии а управление которое занимается само предприятие которое занимается и возглавляет манев должен получить вот вам платформа вот вам мусор отнести что были рабочие места что были машины в норме это его работа но ни в коем случае не должен начальник управления по вывозу мусора договариваться куда возить этот мусор это неправильно изначально неправильно должна быть иерархия и каждый должен заниматься своим вопросом и тогда будет четко выполняться все обещания которые дали горожанам ну мы отвлеклись от ЖЭКов вот возникает такой вопрос вот вы сами уже изучив достаточно большое количество документов изучив ситуацию которая сложилась в Кишиневе с обслуживанием муниципальной собственности вот видите свет в конце туннеля возможные решения какие-то рекомендации хотя бы или какой-то путь по которому надо пойти чтобы получить нужный эффект ну понятно что здесь надо угодить и тем кто хочет получить свои 600 миллионов и надо в общем-то подумать наверное о кишиневцах кишиневцах которые не по вине которых сложились вот этот полумиллиард ну первое должно быть конечно взаимопонимание кредиторов так скажем термоэлектрик который претендует чтобы разъяснить с кого претендовать и второе чтобы четко жилищно-коммунальное управление занялось либо дало свободу людям чтобы сформировали эти ассоциации которые сможет регламентировать жилой фонд кишинева потому что если кроме того что они приступят к работе ассоциации согласно законодательству у них еще целый ряд возможностей они получают прилегающую территорию они могут сделать свои стоянки могут эти стоянки использовать как сдачу стоянок и как дополнительный фонд прихода финансов но самое главное я думаю что я бы хотел чтобы так было и пожелал бы чтобы примария решила вопрос взаимоотношений между муниципальным советом и администрацией муниципальный совет должен знать что нужно сделать администрация должна знать как это сделать на сегодняшний день есть лишь господин Грозаву я не уверен что он человек конечно очень активный но я не уверен что он сможет держать руку на пульсе во всех отраслях и мне кажется муниципальному совету следует пристально заинтересоваться куда по дороге из пункта а в пункт б отправились 33 с чем-то процента учредительного взноса вот в термоэлектрику которые почему-то по финалу оказались тремя и 60 или 68 сотых процентов вот куда делись 33 процента вопрос если не смотреть с юридической стороны явно к прокурорам я бы чисто с спортивной интереса как это и куда сделать да потому что по дороге знаете у нас по дороге если не потеряют то украдут вот ну украдут это уже знаете обвинение ну я как журналист так сказать рискую конечно навлечь на себя определенную будем говорить критику но тем не менее вы знаете настолько накипело сейчас выслушивать когда говорят вот здесь вот так вот получилось тут вот здесь муниципальный совет ограничен а получается человек сейчас который имеет вполне ограниченные ограниченные возможности по передвижению в силу так сказать юридических так сказать последствий своей деятельности имеет до сих пор неограниченную власть в этом городе вы о ком говорите о Киртуаке знаете я бы даже не хотел затрагивать этот вопрос потому что вы знаете я с много времени пытался увидеть весь потенциал все хорошее в нем но смысл его жизни к сожалению другое перекрыло вы знаете я увидел вот как врезался как яблочный червь в яблоко и осталось только гниль красота осталась сверху внутри только гниль боюсь уже добрались до наружу Михаил спасибо за разговор время поджимает поэтому под занавес хочу пожелать вам удачи в этом деле исследовательском деле куда так сказать как в песок уходят наши ресурсы и желаю вам ну добиться в общем-то ну результата потому что в принципе кишиневцы отчасти конечно эту работу не видят она не видна то есть она это не пришел маляр покрасил сказал вот смотрите как хорошо через некоторое время он столкнется с трудностями и начнет бить в колокла и спрашивать кто-то вообще заметил это оказывается заметили оказывается занимались этим и оказывается в общем-то требуют результаты я надеюсь муниципальные советники вас услышат и сумеют обратить на внимание на ближайших заседаниях начнут задавать вопросы я надеюсь эти заседания наконец-то будут проходить и начнут задавать вопросы тем кто отвечает за это тем кто как исполнитель тоже должен в свою очередь просигнализировать спасибо вам за этот разговор и вам спасибо за приглашение вы смотрели программу городская среда у нас в гостях был председатель общественной организации урбан консалтинг Михаил Крылик следите за нашими эфирами будет интересно мы работаем для вас урбан консалтинг и урбан консалтинг и урбан консалтинг по сути и урбан консалтинг бiblя и урбан консалтинг по сути прислан